здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами беседа которая будет продолжать ту же самую тему связанную с аурой прошлый раз мы говорили о том что мужская и женская аура отличается это потому что женская и мужская природа отличается а сегодня мы будем говорить о том какую роль мужская и женская энергия играет в отношениях и как это отражается на ауре ну для начала я наверно нарисую картинку это будет тор потому что говорят что даже наша вселенная не форму тора но и что наверху то и внизу вот в этом тоже мы сейчас нависуем отношения парой давайте мы какими-нибудь красненьким цветом обозначим итак если мы будем рассматривать вот эту фигуру которую можно назвать тором да вот как мы сейчас даже с вами чтобы было понятно что это тор вот такой вот но это как бы такой бублик есть окружающее пространство рассматривать как просто пространство заполнено различными фигурами различными объектами различными существами то мы бы могли посмотреть как выглядит в этом пространстве отношений между мужчиной и женщиной и вообще длительные какие-то их отношения мы могли бы их изобразить в виде тора но это как бы такая длительная длительная живущая фигура в которой собираются и показываются связи между мужчиной и женщиной если бы например сказали что это пара и вот например они братья то мы мы бы сказали что здесь в в этом торе за внутреннюю часть за внутренней энергии вот этого тора отвечает женщина а мужчина будет отвечать за внешний что это означает у них отношения постоянно двигаются увеличиваются усиливаются перемешивается но несмотря на это что они вот в перемешанных таких отношениях и энергиях представляют и некоторую даже может быть целостность мужской женский организм особенно если у них интимные отношения постоянные то есть они такие как бы двоица некая биологическая несмотря на это у них есть разделение ответственности в пространстве в котором они выступают как пара и вот это описывается тором внутреннее пространство в такой двоицы или в такой паре внутреннее пространство контролируется и поддерживается женщиной это значит что ее отношение с этим мужчиной и ее отношение с другими людьми которые связаны с этим мужчиной например родственники коллеги друзья семьи и так далее вот эти отношения контролируется женщиной вот такие вот вот эти вот связи вот эти вот связи на границе между их отношениями мужчины и женщины контролируются женщины это значит что вот мужчина пришел с улицы у него плохое настроение чтобы улучшить ему настроение за это отвечает женщина если у них есть дети то за отношение между детьми и женщиной детьми и мужем отвечает женщина за эти она также отвечает за энергии общего плана то что называется общее пространство дом чистота в доме и до в доме в паре не до в паре как у то что называется отча вот за это отвечает женщина это чисто биологически нужно для того чтобы она смогла биологически отвечать за воспроизводство потому что если она вдруг забеременеет то тогда все эти связи которые между нею и отцом и окружающим миром все эти связи они будут влиять на ребенка и поэтому женщина должна их поддерживать в нормальном состоянии в хорошем балансе поэтому когда рождается женщина не дается этот талант умение поддерживать вот эти отношения поддерживать это вот этот это равновесие между всеми силами мужскими и женскими которые проходят через него и вот этот талант невероятно сильный многообразный очень детализированный цветной он отличается от мужского ну вот как говорят леды в девять раз больше женщина способна отслеживать и в девять раз чаще она способна отслеживать дисбалансы в любого типа изменениях это могут быть изменения в отношениях изменения в еде изменения в контакта со своим мужчиной с другими мужчинами с детьми и так далее это ответственность на ней не социальная это ответственность на ней биологическое с момента рождения до момента смерти женщина будет отвечать за это ей и самой хочется и причем она и может это все и она понимает что ответственность на ней тут никуда не деться какие бы она социальные роли на себя не взяла ну например работать в полиции там с ружьем ходить она все равно будет вот эту программу выполнять и даже там в команде полиции или в армии она будет отслеживать отношения и вмешиваться вмешиваться в них тогда когда считает нужно еще раз это почему это потому что она отвечает за воспроизводство человеческое она отвечает за возможного ребенка который появится у нее скажем в утробе и она должна ему обеспечить первую оболочку ауры в которой присутствует эмоциональная энергия вот как раз вот эти отношения так что делает мужчина мужчина делает другое он отвечает за внешнюю оболочку этого тора вот то что обозначена между красным и голубым вот этот вот кругленький торгах бублик он имеет некую границу вот этот вот диаметр и мужчина отвечает за вот эти точки связи между внутренним пространством и внешним вот этих точек их может быть очень много насколько зависимости от того насколько активен мужчина количество этих точек связи с окружающим миром будет больше и будет более мощным и активным вот эти точки даже если мужчина живет один не с женщиной и не имеет семьи он все равно будет понимать что его сфера ответственности лежит в пространстве контакта между каким-то биологическим телом и окружающим пространством сюда относится в окружающее пространство например социальная среда коллеги другие мужики соседи потом все что связано на работе с карьерой добыча еды себе а если и женщины и женщине добыча материальных средств дальше обеспечение какого-то пространство как факт где можно было бы жить но скажем дома до обеспечения если у него есть женщина если не женщины он может и под кустом ночевать и потом еда вот он еду может себе обеспечивает так кусок хлеба это естественно но минимум чисто такой аскетический вариант но если он взял на себя какую-то женщину или детей он понимает что сфера ответственности это кусок хлеба и на себя и на женщину и на детей и пространство выживания куста уже не хватит надо уже какой-то лачугу построить вот этой женщине и детям мужчина рождается с этой программой она у него работает даже когда это еще маленький мальчик он должен защищать себя поэтому он агрессивен инстинкт самосохранения у него мощный и он должен защищать какого-то человека рядом с ним скажем вот маму да если идет маленький мальчик он будет ее защищать и будет учиться защищать и учиться этой программе он будет у других у других мужчин у отца своего отца так что в принципе полагается чтобы у мальчика новорожденного был отец а если по каким-то причинам он отсутствует или ушел или он был проявлял все признаки не любви и не принятия этого ребенка то тогда программу вот этого мужчины которые наблюдают мальчик он будет в точности повторять потому что ему больше негде взять образца одно дело инстинкт а другое дело образец поэтому мальчики конечно будут повторять поведение отца пока не повзрослеют поэтому мы сейчас видим здесь две разных биологических программы самого рождения у мальчиков и девочек мальчики более упрощенно себя ведут конечно дух и душа у них такая же многообразная как и у женщины такая же богатая такая же несущая на себе космическое разнообразие но мы сейчас говорим о психофизиологии которая отражается на ауле мы сейчас а вы посмотрим и вот в этом случае у мужчины более простая эта программа в 9 раз она проще чем у женщины то есть когда он вступает в контакт с окружающим миром то у него программа по типу бери дубинку долбай врага или пойди возьми копье убей зайца и принеси жене чтобы она покушала и вечером заботься о продолжении рода то есть вот сексуальная программа тоже она входит вот в эти простых там и в этот простой перечень у женщины конечно все не так у нее все более мощно более полно более многообразно но это не значит что что-то хорошо что-то плохо теперь вот мы посмотрим на программу как работает эта программа вау и вот это очень важный момент давайте посмотрим что у женщины посмотрите с окружающим пространством она окружающее пространство воспринимает только как тип отношений если она ходит на работу то ей на работе нужны контакты с женщинами поговорить какие-то возможности обмена информации относительно того как поддерживать внутреннюю жизнь свою детей и семьи и на работе и и больше интересует среда общения где можно было бы вот постоянно обмениваться и подпитываться вот этой информации который она лишена обе по биологии потому что по биологической программе вот давайте я еще раз покажу вот этот эту картинку где у нас там да оба и по биологической программе женщина изолирована она находится внутри этого тора она находится внутри своего очага внутри своего пространства внутри отношений со своим мужем и со своими детьми из-за того что она изолирована она может захотеть пойти в общество для того чтобы вот эту изоляцию компенсировать вот там вот она и будет общаться с другими людьми и женщинами и мужчинами она будет это воспринимать только на уровне такого таких можно сказать игр до игр по взаимообменной информации в которых она конечно с одной стороны получает удовольствие а с другой стороны ну некоторую такую компенсацию оживление некоторый такой fresh fresh ну в общем свежесть такую поддерживать себя в тонусе вот для чего ей нужна работа и вообще социальные отношения там работа в каких-то группах по интересам какие-то совместные прогулки в клубах таких туристических и тогда вот там она нормально но вся сфера заботы у нее лежит в семье и поэтому на этой ауре видно что как бы там хорошо не не было на работе в среде там на природе все равно она вся будет погружена в мысли про внутреннее переживание про отношения со своим партнером про дом про очаг про детей и так далее вот просто такая природа совсем другое дело мужчины вот мы если мы посмотрим на ауру мужчины очень типичные ауры мужчин то вся забота у них лежит здесь вот с этой стороны с права и это все что связано с окружающим пространством это та среда точки касания где есть граница между внешним и вот внутренним внутренняя это и сама жизнь этого человека и внутренняя это его возможно и партнерша внутри вот этого тора которая в себе содержит гарантию на продолжение рода еще раз хочу сказать что мужчины и женщины не существует отдельно в космосе они существуют парами это отдельный разговор когда-нибудь в окончании большого цикла своего инкарнации каждый мужчина и женщина встретит свою настоящую половину сольется с ней и в виде вот такого такой двоицы он вернется к богу это первоначальная двоица когда-то выходила одна монада из бога но потом разделилась на две и вот во время этих путешествий она все равно когда-нибудь вернется к этой двоицы но пока мы далеки от этого периода мы еще далеки от бога к нему вернуться мы еще в путешествие и поэтому мы каждый раз в этой жизни пытаемся строить вот эти двоицы с теми партнерами которые нам кажутся более менее подходящими поэтому с космической точки зрения мужчина и женщина не одинокие каждая из них представляет из себя некий образец этой двоицы иногда он удачный иногда он неудачный всегда очень буйный в редких случаях все-таки один мужчина или одна женщина проходят в какой-то инкарнации но так как в основном это должна быть двоица и в этой двоицы еще раз говорю что женщина отличается внутренние аспекты а мужчина за внешне посмотрим как это на аурах выглядит вот например у этого мужчины с внутренним пространством то есть его женой с детьми может быть с родственниками все относительно нормально он удовлетворен этими отношениями во всем кроме одного может быть сексуальной жизни недостаточно но если говорить про возможность самореализовываться его женщина поддерживает возможность там любви и ласки нежности женщина его поддерживает духовные отношения до жена его поддерживает потому что они вместе понимают у них общая картина мира просвет про любовь они туда идут в общем тут проблем особенных нет нету этого мужчины а вот где у него есть проблемы это как раз зона ответственности мужчины это внешний мир это его коллеги это его работа это его необходимость руками и ногами что-то строить руками колотить что-то там сколачивает табуретки ногами бегать зарабатывать денежку и кушать тут у него полную проблемы причем они у него как бы его личные он ими особенно и делиться не будет с женой потому что это его проблема это него программа она общем его и не поймет и мы видим что здесь очень серьезный пробой пробой него по вишутхе то есть он себе по рукам один раз стукнул и запретил себе творить в себе в довольствие а запретил а вместо этого вот ему необходимо себя реализовать в обществе какую-то карьеру построить и денежку зарабатывать в этом смысле он не удовлетворен очень сильно если мы посмотрим что там произошло то аура тоже это показывает вот у этого мужчины видно например его прошлое и мы видим что в этом прошлом у него масса нерешенных проблем прежде всего это был у него стресс по вишутхе когда он сам себе запретил вообще творить себе удовольствие все он теперь только работает на должен 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 и должен никакого удовольствия себе он не позволяет сейчас в сфере творения здесь у него тоже вот есть проблемы сексуальные у него до этой этих отношений с женой были какие-то сексуальные эксцессы и они были очень неудачные это он запомнил на всю жизнь и теперь у него вот эти два жутких стресса его съедают свободное время вместо того чтобы расслабиться и отдохнуть он закрывает глаза у него мелькает образы его неудач которые были в прошлом причем и людей на этих образы видит с кем неудачи и мысли у него как бы может быть отомстить может быть действовать как-то потому что он не будет анализировать с психологической точки зрения свое прошлое для мужчин это не характерно редкие редкие единицы будут и обращаться психологу и скажут у меня были вот такие 2 до стресса я хочу чтобы вы мне помогли от них избавиться очень редко мужчины лучше побегут искать обидчика и ему отомстить потому что это его формат взаимоотношений с окружающим миром а так что видите их мужчины у них аура по-другому реагирует на их жизнь и беды у них свои если у женщин беды конечно связаны с их отношениями с семьей с любовью то у мужчин по-другому и вот второй мужчина тоже я покажу очень тоже характерная ситуация для мужчины видите здесь тоже пробой и тоже сильный пробой по манипури и это касается конечно внешнего мира коллег друзей соседей любого мужчины и все хорошо вот в семейных и супружеских отношениях все нормально потому что там все прикрыто женщины женой поэтому он способен не думать про это не вовлекаться туда а полностью переключиться сюда и себе он поставил задачу раскрыть свое себя себя как человека как личность как мужчина себя раскрыть и тут у него ничего не удается жуткий стресс беды он приходит домой где все хорошо и вместо того чтобы радоваться что все хорошо он начинает печалиться нервничать агрессировать по поводу того что мы ничего не получается с реализации себя давайте посмотрим что же там произошло аура показывает что там произошло там произошло в прошлом очень серьезная беда у него это беда возможно в детстве была она полностью лишила его веру себя вполне могло быть что какой-то другой мужчина может быть отец или там дед повлияли на него растоптали его самоуважение и с тех пор у него как бы утрачена база своего жизненного опыта для того чтобы сейчас вот бороться за свое место в этом мире в огромном мы видим ту же самую проблему и она у мужчин очень очень часто случается а именно не хотят разбираться со своим прошлым распространенными методами психологическими или медитативными почему они не хотят а может быть не могут потому что у них программы действия им нужно пойти руками что-то сделать и доказать миру что я многого достиг и что моих обидчиков я уничтожил любым способом хоть социальным хоть политическим хоть физическим и пока он этого не сделает он вот это вот прошлое свое не сможет отпустить и простить ну вот я вам рассказала сейчас о двух программах это две программы мужская и женская по выживанию а к сожалению тут мы ничего не сделаем конечно можно да дожить до каких-то высших духовных вершин пережить какую-то внутреннюю трансформацию такое внутреннее освобождение просветление и тогда вот эти две программы мужская и женская они немножко примерятся немножко обменяется и тогда и мужчины и женщины смогут воспользоваться разными другими методами чтобы решать свои проблемы мужчины может быть постепенно начнут понимать что есть и другой другой мировоззрение женское и что отношения очень много значит и попытаться даже в них работать есть психологи мужчин вот они работают с отношениями они с ними работают своим мужским методом а женщины свою очередь тоже могут когда достигать духовных высоких мест в пространстве они тоже могут попытаться пользоваться мужскими методами выживания например идут на борьбу учиться самообороне или пытаются построить карьеру какой-то среде рабочий используя мужские методы построение своей карьеры но это всегда и для мужчин и для женщин это с одной стороны новшество но как метод метод осваивания нового способа существования а с другой стороны вот это бывает очень временно для женщины например если она строит карьеру это всегда какой-то временный этап потому что она или до того реализовалась в семье и в детях или после построения карьера на все равно пойдет туда и будет там реализовываться скажем во внуках или там может быть она родить детей в 55 лет такое может быть так что с одной стороны все не просто с другой стороны все очень лихо наш архитектор источник наш архитектор космический наш логос когда он делал нас с вами он все продумал до мелочей и даже эти две программы мужская и женская которые отражаются валу и по-разному они все равно замечательные они прекрасные они продуманные они геометрические рассчитаны так что все что мы можем делать это молиться нашему великому источнику в любой ситуации когда нам кажется что нам очень везет женщине кажется что ли не везет как женщине мужчине кажется что не везет как мужчине на самом деле нужно остановиться и начинать познавать познавать себя познавать свои программы а свои инстинкты и с каждым шагом познания благодарить высшие силы на этом я с вами прощаюсь дорогие до следующей встречи мы с вами встречаемся 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 еще и по средам кроме суббот так что до встречи дорогие друзья 我想 от More on Radio вы у я istes над и над и Продолжение следует...